Дорогоценные друзья, еще раз доброе утро. Приветствуем вас в нашей студии. Хотел бы еще раз, друзья, сказать о том, что вы можете писать свои нужды, писать свои просьбы, за которые мы можем помолиться. И сегодня у нас в студии очень интересные гости. Я хотел бы вам представить Надежду Александровну Абыденову. Она профессиональный психолог, во-первых, семейный консультант, человек, который служит своим даром семьям. И она также является преподавателем московской семинарии евангельских христиан. И в эту субботу у нас были прекрасные семинары. Она приехала со своим супругом, приехала со своей ученицей, я так понимаю, тоже супругом. И у нас было прекрасное время, когда мы слушали очень хороший материал о семейной жизни. И сейчас мы пообщаемся на тему проблематики семейных отношений, как проходим различные трудности, как проходим ситуации внутри семей, в том числе и христианских семей. И, Надежда Александровна, расскажите немножечко, может быть, о своей семье, чтобы у зрителей сформировалось какое-то мнение о вас. Я замужем в следующем году, я буду отмечать 31 год, как замужем. У нас с мужем двое детей, они уже взрослые, двое внуков, поторопились, я считаю, но этому очень рада. И мы служим в церкви тоже, и приглашение ваше было очень приятным для нас, потому что мы много слышали о церкви, много слышали об объединении. Спасибо. Поэтому спасибо за тёплый приём и за внимание, было очень здорово. Хорошо. Ну, вообще, друзья, вот в церкви такая интересная ситуация бывает, что мы думаем зачастую, когда я, например, приходил ко Христу ещё в 90-е годы, мы с супругой поженились. И думали, что в семье, в христианской семье никаких проблем как будто не будет. Мы спокойно пройдём какие-то трудности, всё будет хорошо. Но потом мы столкнулись с различными трудностями и понимаем, что вырулить только одной молитвой, хотя мы верим в силу молитвы, безусловно, мы верим в силу Слова Божьего, но одной молитвой достаточно тяжело. И внутри семьи нужно некое самообразование. Вот к чему мы пришли с годами нашей семейной жизни, что если мы не будем самообразовываться в семейной жизни, то тогда, в общем-то, мы будем наступать на определённые грабли, и постоянно это будет происходить. Надежда Александровна, вот вопрос такой. Какие основные трудности вообще, вот с чем сталкиваются семьи, которые приходят к вам на консультацию? Ну, понятно, что они приходят, наверное, с разводом там, уже с каким-то сформировавшимся мнением там о семье. Но вот каким образом вы помогаете, какие трудности основные, как их проходить, может быть, вот вкратце, если сказать? — Знаете, вот вы правы в том, что семьи христиан и семьи людей далёких от веры, от Бога, от посещения церкви, в общем, как это ни печально, сталкиваются приблизительно с одними и теми же вопросами, с одними и теми же проблемами, включая разводы, включая конфликты, включая неумение, невозможность договориться. — Безусловно, инструменты, они используют разные для этого, разговаривая с семейной парой, которая является частью церкви, ей можно и нужно предлагать, прежде всего, инструменты, которые связаны именно с христианским контекстом. Но, по сути, это говорит о том, что человек со своей природой, семья с неумением, возможно, там общаться или договариваться, проходят одни и те же этапы, и психология может быть полезна как для одних, так и для других, поскольку она изучает. Это и процесс общения, и динамику жизни семьи. И вот то, что вы назвали самообразованием, это действительно то, что сейчас доступно, то, что можно использовать, и почему бы этим не пользоваться, поскольку то, с чем я сталкиваюсь среди, например, христиан, это в большей степени такое вот не слишком доверительное, мягко говоря, отношение. Как к психологам, так и к психологии в целом. Ну, есть основания, но, в общем, мне кажется, что пришло то замечательное время, когда можно было пересмотреть и поинтересоваться, и почитать что-то, потому что появилось много христиан-психологов, и христиан-ученых, и христиан-исследователей, и христиан, которые погружены в какие-то такие фундаментальные знания, они могут быть полезными для христиан. А вот все-таки, ну, вот какая основная проблематика, вот если вот, ну, как-то крупными мазками посмотреть? Ну, прежде всего, это разводы, то есть, если раньше это были единичные случаи, о которых старались так умолчать, не распространяться, то теперь это, в общем, достаточно частый, к сожалению, такой контекст церковный. Повторные браки, то есть, люди молодые, если расстаются, то понятно, что они хотят в последующем устроить свою жизнь, а поскольку все-таки они влечены, как правило, там, в церковную общину или в служение в какое-то, это меняет всю их жизнь, и социальную в том числе, и отношения близких и родных, те, кто верующими являются, безусловно, тоже меняются. Ну, вообще, сам процесс, да, то есть, нужно сообщить о том, что ты не будешь дальше строить семью не только, там, маме, папе и близким родственникам, а общине. И, в общем, то, как община будет на это влиять, то, как она будет относиться в дальнейшем, более того, очень часто расставаясь, люди остаются в одной общине, и муж, и жена, да, и бывшие уже супруги, и желая создать семью, они также замыкаются на одну общину. И как строить здесь отношения? То есть, есть специфические сложности, действительно, вот у людей, которые, ну, вот, являются верующими людьми. Насколько я понимаю, вот, все-таки, причины, скажем так, разводов, они претерпевают некую эволюцию, например, я думаю, что вначале это была больше бытовуха, наверное, все-таки, сейчас, наверное, уже какие-то другие причины, так или иначе, присутствуют в обществе, вот как вы думаете? Не лайкнули в Инстаграме? Да? Ну, на самом деле, то есть, претензии такого порядка встречаются достаточно часто. Ну, там не разместил не ту фотографию. Ну, то есть, понятно, что глобальная, как обычно бывает, не эта причина, но как то, что, скажем, вызвало эмоции, то, что на поверхности, да, лежит, это озвучивается, да, зачем он это выставил, или она это не выставляла, ну, и так далее. Вот, на самом деле, скажем, поведение супруга в соцсетях, это одна из таких значимых сейчас причин. Очень интересно, очень интересно. А все остальное, наверное, так же, как и было, родительство, отношение к воспитанию, к детям, отношение с родственниками, здорово как мир. Да, ну, у нас еще была часть целая в этом семинаре, это отношение с детьми, отношение с подростками. Как вообще, как мы говорим, что подростковый период нужно пережить как некую стихию в семейной жизни. То есть, вот стихия, как дождичек идет там, или гроза идет, так надо просто спокойно ее пережидать. Вот подростковый период мы пережидаем. Но все-таки, может быть, вы тоже скажете пару слов, как вообще строить с подростками взаимоотношения, как не потерять отношения, потому что вот вижу в семьях, что на подростковом этапе, скажем так, очень легко теряются отношения родителей, потому что родители еще едут на, как говорится, я все в кавычках, у нас церковь очень образная, на самом деле, мы вот его любим. Это помогает. Да, что как будто на одном коне скачет человек, и надо сменить уже коня, а он все продолжает на одном коне скакать. И если раньше он ребенка мог и наказать, и накричать, и приказать ему, то в подростковом периоде уже эти механизмы перестают работать, а он продолжает их использовать. Все-таки, каким образом не потерять эти отношения, как построить фундаментальные отношения с подростками, чтобы они трансформировались, хорошее отношение к будущему. Знаете, на самом деле, вот этих коней надо было поменять уже несколько раз, а не только к подростковому возрасту решить, что подходит. Просто подростковый возраст характеризует собой переход очень серьезный от детства к взрослости. Такой прям водораздел такой в жизни человека. А когда ребенок помладше, мы просто относимся как к ребенку, и нам кажется, что так уж и важно изменить. Это, конечно, состояние подростковое совершенно особое между уже не ребенок, но еще не взрослый, но больше не дает возможности родителю игнорировать, скажем, то, что нужно сменить методы. И я бы хотела еще по поводу вашего верного замечания, что нужно прожить этот возраст, протерпеть его. Это дает надежду, что это закончится, с одной стороны. Но, с другой стороны, я бы сказала так, не просидеть его в углу. Он надо провзаимодействовать с ребенком. То есть не стиснув зубы, изжав кулаки, а как бы максимально отстранившись, закрывшись в крепости, а вот именно прожив его вместе с ребенком, пройдя его. И это менее приятная позиция, но очень необходима и вам, чтобы сохранить отношения, и ребенку, чтобы не выработать какого-то враждебного. Все-таки вот по возрасту сейчас есть какие-то сдвижки? Ну, например, там раньше чуть ли не с 11 лет, там подростки уже. Сейчас вообще мы дрейфуем, наверное, в сторону. Когда я в Европу приезжаю, разговариваю, там 30 лет, человек без семьи. В поздний подростковый период. Да, да. И вообще он даже не парится, что у него нет семьи и так далее. Он спокойно живет, он говорит, вот 34 года, я сейчас закончу все свои обучающие темы и сформирую по работе ситуацию, и буду вот тогда... Тогда я подумаю. Да, 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 подумаю. Вот у нас как все-таки сейчас происходит ситуация? Вы знаете, сейчас разбалансировка такая не столько по возрастам, да, куда, к какому возрасту отнести, к какому периоду человека, а скорее вот по линиям развития. Если говорить о физическом созревании, то дети еще быстро сейчас созревают. Если говорить об умственном созревании, то тоже довольно рано. То есть они осваивают технологию, у них огромный объем знаний. Вчера об этом говорили. Дети уже как бы, когда в школу принимаются, они уже должны иметь такой объем, чтобы его вычислить могли при приеме в школу. Поэтому, безусловно, подросток он много знает с точки зрения технологий, с точки зрения... Это меняет ведь не только возможность в телефоне делать какие-то операции, это ведь мышление определенным образом видоизменяет. Поэтому они выглядят весьма продвинуто с этой точки зрения. Но что касается, например, предметных каких-то действий, вот такого мира операционного, где нужно помыть посуду, неважно, за собой, не за собой, где нужно научиться, там, не знаю, копать землю, ну что у кого есть, да, там, помогать, вскопать что-то. Вот операционная сторона страдает, потому что у них мало сейчас вот этого практичного в жизни, да, чтобы в руки взять и что-то сделать. И, безусловно, страдает личностная линия развития личности, вот то, о чем вы говорите, зрелости, да, подготовленности к жизни, умение брать на себя ответственность, умение отдавать, умение каким-то образом реагировать на, отвечать адекватно на то, что из меня, ну, в мире происходит. Вот еще раз, не в интеллектуальном смысле, а именно вот по своим качествам личности, качествам характера, какого-то подготовленности. Ну, здесь, конечно, мы видим подтормаживание определенное, вы это хорошо проиллюстрировали. Да, да, да. Ну, я замечал вот за своими детьми очень интересные трансформации эти, что какие-то моменты, вот все, что я замечаю, это именно проблематика в коммуникации с взрослыми людьми, какой-то абсолютизм по отношению к взрослым, к учителям. Сейчас мы с младшим, например, проходим этот этап, когда учитель может там как-то поднаехать, в общем-то, построго сказать, ребенок начинает бороться за свои права, старший вообще начал штудировать закон об образовании. Чтобы качество услуг оценить. Да, да, да. Вот, однажды он побрился на лосо, поспорил со своими друзьями и проспорил. В итоге побрился на лосо, его в школу не пустили, вот он очень возмущался на эту тему. Интересно. Ну, давайте еще немножко, у нас есть время, мы пообщаемся все-таки еще раз о детях, поговорим. Все-таки, какие вы советы могли бы дать вот в современных реалиях родителям? Понятно, что вопрос такой общий, но может быть, вот есть что-то в сердце, какие-то аспекты, как сформировать отношения с подростками, как с детьми сформировать отношения, какие вот этапы, может быть? Знаете, постарайтесь смотреть на подростка, как на взрослого. Мы очень часто, как бы, ну, мы понимаем, что он не взрослый еще, да, и вот эти невзрослые его поступки лизут в глаза. И, конечно, мы об этом говорим, и мы не можем ему там доверять, или там ответственность какую-то он не несет на себе. Но тем не менее, вот просто попробуйте представить, что у вас в квартире не ребенок, а мужчина или девушка. И вот общайтесь, как вы общаетесь просто с девушкой или просто с мужчиной, с молодым человеком, с каким-то. Я вас уверяю, у вас изменится тон, словарный запас, формулировки и многое другое. Он на это отреагирует. Но когда мы видим перед собой ребенка, прежде всего, мы, соответственно, переодеваемся. Вот, поэтому еще раз, не просто там отпустите и скажите, делай что хочешь, потому что они сами еще понимают, они в общем понимают, что так нельзя еще родителям поступить. Но тем не менее, вот попробуйте и посмотрите, что получится. И еще, вот знаете, мы вчера тоже обсуждали это, что есть время обнимать и целовать, есть время играть, есть время учить. А если говорить о подростковом детстве, то это время молиться. Потому что, согласитесь, вы остались без ресурсов уже по большому счету. Не особо наказать, не особо поощрить, не особо как-то проникнуть в его мир. То есть взаимодействие, конечно, уже не на уровне детском находится. Вот, поэтому это время молиться за этого ребенка, отдавать его Богу и верить в то, что Бог будет теперь в его сердце работать самостоятельно. Очень простой и мудрый совет, друзья, который мы должны принять, безусловно, что молитва – это основной момент, когда мы молимся за наших детей, Бог совершает свою работу. То, когда наши ресурсы заканчиваются, наши силы заканчиваются, получаются всегда Божьи ресурсы, друзья. Должны мы об этом помнить. Хорошо, мы приземляемся, друзья, в нашем бэкстейже, и я хотел бы взять короткое время и сказать слово о пожертвованиях, благословить, что ли, ваши пожертвования, ваши жертвы, которые вы принесли пред лицом Божьим. Это очень важный акт нашего служения. Мы должны знать, друзья, что еще на заре, когда церковь только образовалась, еще даже до образования церкви, Христовой именно церкви, люди всегда были жертвены, люди жертвовали Богу, люди отдавали часть своего имущества, часть своих финансов, часть своих сил даже, своих эмоций. Мы все жертвуем ради чего-то и ради кого-то. И сегодня вот мы можем сделать, на самом деле, небольшой аспект нашей жизни, просто принести свои жертвы, все, что мы приготовили для Господа, и пожертвовать это Ему. И мы это жертвуем, друзья, не конкретным каким-то людям или организациям. Мы должны знать, что мы это жертвуем Богу. Мы жертвуя в организацию, в церковь в данном случае, но мы все равно знаем, что мы жертвуем это Богу. И давайте сейчас помолимся и благословим наши жертвы. Благословим, чтобы Бог прикоснулся, Господь, к нашим сердцам и умножил наши пожертвования, чтобы какие-то трудности в нашей жизни были решены, какие-то проблемы. Люди, может быть, нашли работу необходимую, расплатились долгами. Отец, мы молимся, Господь Драгоценный, благодарим Тебя, Царь наш. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, Бог, во имя Иисуса прикоснись, Господь, к каждому сердцу. Господь, благослови каждого человека, кто жертвует сейчас. Благослови даже тех, кто не жертвует, Бог мой, во имя Иисуса Христа, потому что Твое сердце, оно вмещает каждого человека. Ты одинаково любишь, Господь, каждого. Мы молимся и благодарим Тебя, Бог наш, как говорит Твое Слово, что Ты даешь силу нашим рукам приобретать богатство. Мы молимся, Господь наш, чтобы эти жертвы, они послужили росту Твоего Царства на этой земле, Господь, чтобы Твое Царство, оно распространялось, чтобы люди, Господь, принимали Тебя благодаря этим пожертвованиям, Отец. Мы славим Тебя, благодарим Тебя, молимся, Отец, за слово, которое будет сейчас. Благослови это слово, Отец. Благослови, Бог мой, говори в наши сердца, Отец. Спасибо Тебе. Мы молимся, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. И аминь. Драгоценные. Итак, я бы хотел сказать вам, что сейчас будет проповедь нашего драгоценного брата Павла Парамонова. Мы его знаем с детства. Я хочу сказать, что однажды его родители пришли в церковь еще в 90-е годы, в начале 2000-х. И Павел пришел таким маленьким мальчиком с большими ушами. Вот. Он был ребенком. Вот как раз то, о чем мы говорили с Надеждой, с Анной, что мы работаем с нашими детьми, служим нашим детям, делаем все возможное, чтобы наши дети продолжали верить во Христа, не приткнулись на каких-то моментах, не отошли от Господа, а наоборот продолжали служить. И Павел Парамонов, он пришел таким мальчиком. Потом я помню, что он выучил английский язык, совершенствованного знает. Он прекрасный переводчик. Прекрасный просто переводчик. Причем в какой-то степени самоучка. И ему даже довелось переводить Ника Вучича, когда он приезжал к нам в Нижний Новгород. Я помню это время. Было прекрасное время. И также у него был период службы в армии. Он служил в десантных войсках. Вот. Тяжелый был период, но тем не менее. Я вот так вот представлю вам его. У него прекрасная семья. Вот. Много детей. Поэтому, друзья, примите его как хорошего проповедника. И я точно знаю, что Бог будет говорить сегодня через него. Ну, а мы, друзья, продолжаем. Я хотел еще раз вам сказать, что пишите, пожалуйста, свои нужды. Не стесняйтесь. И мы в конце обязательно за это помолимся. За каждую нужду, чтобы Бог восполнил всякую нужду по богатству своему и славе Христом Иисусом. Аминь, драгоценные. Поэтому рада вас видеть на нашем бэкстейже. И желаем вам действительно всего наилучшего. Благословений. Пожалуйста, братья и сестры, присаживайтесь. Кого-нибудь дистанционно обнимите. Телепатически. На расстоянии. Прекрасный сегодня день, воскресенье. Так. Самое страшное. Это подавиться, пока пьешь. Концентрация. Концентрация. Представь, 10 минут потом кашляешь просто. В гробовой тишине. Аллилуйя. Меня зовут Павел. Я сегодня проповедую на этом служении. Уже если вы сейчас начнете уходить поздно, я замечу. Нужно было узнавать раньше. Поэтому. Сегодня приветствуется. Аминь. Кивание. Улыбки. Аминь. Аминь. Вот. Это приветствуется сегодня. Хорошо. Мы сегодня читаем Библию. У нас есть 38 минут. Но перед тем, как мы перейдем к проповеди, вот такая интересная мысль. Значит, еду я как-то на днях. Подумал, не буду готовиться к проповеди дома. Что-то не знаю. Суета. Может быть, с этим связано трое детей. Один из них новорожденный какой-нибудь. Ну, это вряд ли. Ну, вот. Думаю. Уеду куда-нибудь. Сел в машину, поехал готовиться. И знаете как? Еду и думаю. Не поеду в какое-нибудь конкретное место. Вот какая-то мысль такая. Поеду куда-нибудь. Покататься. И я понял, что на машине очень сложно покататься. Знаете, почему сейчас все скажут, что не нормальный? Что машина сломалась? Нет. Очень сложно на машине ехать никуда. Ехать не знаю куда. Вспомните последний раз, когда вы ехали туда не знаю куда. Вот вспомните. Вообще редко, да. Мы в машину садимся и такие. Я не знаю, куда я еду. Я не знаю, что со мной происходит. Я не знаю, какой сегодня день. Нет. Так редко происходит. Но почему сложно ехать не зная куда? Потому что ты едешь, вот как это было со мной. Я реально самый ДТП опасный был в этот момент человек, наверное. Я еду, и я не знаю, вот поворот подходит, и я не знаю, мне поворачивать или нет. И ты такой, поворачивать или нет. Там раз, и там вроде красиво, прикольно, подходит пейзаж, чтобы к проповеди готовиться. Но ты в тот момент, когда понял, что туда надо было повернуть, ты проехал. Ты нужно либо по тормозам дать и поймать машину сзади тебя, ну, либо там круг делать, еще что-то, знаки, в какой полосе, с какой скоростью ехать, не понимаешь, куда едешь. И вот интересная штука. Это, слушайте, это дежавю какое-то. На первом собрании я сделал прям ровно то же самое. Поднял медиатор. О, нифига себе. Терен другую сторону, его невозможно поднять. Прям ровно на том же месте он лежал. Обалдеть. Знак, да, что они теряют медиаторы. Будем знать. Так вот, очень сложно. И знаете, с нами во Христе примерно то же самое. Мы когда живем с Господом, мы вообще живем по этой жизни. И не знаем, куда мы едем. Не знаем, что должно произойти через неделю, месяц, год. Не имеем какой-нибудь цели, не имеем какой-нибудь пункта назначения. Как уж мы не любим эту фразу, пункт назначения. Да, у всех сразу ужасы перед глазами фильм вот этот вот. Мы должны иметь пункт назначения. И все видят эту фуру с бревнами. Да, да? Я не один ненормальный. Хорошо. И мы должны иметь пункт назначения. Он нам необходим. Для того, чтобы нам понимать, что в конкретный момент жизни делать. Если мы не понимаем, куда мы хотим приехать. Что мы хотим сами с собой сделать. Мы сегодня ничего не начнем делать. Понимаете? Тупой пример. Но вот смотрите, других нет. Вот чтобы сегодня приехать в церковь, мы все себя до этого увидели в церкви. Мы все прикинули, на меня будут смотреть, мне нужно нарядиться. Или хотя бы прилично одеться. Хотя бы, еще ниже, чистое надеть. Если не вот прям чистое, а хотя бы без запахов. А если с запахами, то хотя бы с приятными. С нейтральными хотя бы. Все это мы продумывали. Потому что мы понимаем. Мы придем в то место, где много людей, чье мнение нам не безразлично. Потом мы думаем, как мы туда доберемся. Кто на машине, кто из другого города. Все это мы в голове. Но мы, правда, секундально это все планируем. Потому что в сотый раз это дело. В сотый раз. Но представьте себе путешествие, которое мы не планируем. Как правило, оно будет ужасным. Особенно если ты взял всю свою семью и не спланировал ничего. И такой, будем разбираться на месте. У кого есть дети, все, это кранты. Может быть даже кранты не только путешествия. Потому что ты приезжаешь в то место и планируешь там решать вопросы, которые там возникают. Типа, где мы будем жить? И как? Как это решать? Это все нужно делать заранее. И вот немножко об этом мы сегодня будем с вами говорить. Немножко в эту сторону. Вы здесь, да, Витя? Куда же вы денетесь? Хорошо. Путешествие. Вообще у меня тема проповеди сегодня называется «Туризм, охота и рыбалка». И вы представляете, после первого служения ко мне подошел человек и говорит, я только вчера столько говорил о рыбалке, это прямо в мою жизнь. Как можно словом «рыбалка» в церкви в 21 веке попасть в чью-то жизнь? Но вот так, что сегодня принимайте. Сегодня Господь в наши сердца говорит через туризм, охоту и рыбалку. И вот мы себе, когда представляем, времени 33 минуты, поэтому прям свободно себе представляем. У нас просто мы привыкли на третьем служении с переводом говорить. С переводом. И люди некоторые говорят, что переводить – это переводить их время, когда они сидят на третьем служении. На первом зашла шуточка, ладно. Стираю, стираю. На третьем не говорите. Ладно. Туризм, охота и рыбалка. Мы сейчас все себе нарисовали туриста, охотника и рыболова. Рыбака. И вот мы понимаем, как они выглядят. Мы себе представили, что да как. И интересная штука. Сейчас скажу потрясающую мысль. Рыбаком не рождаются, им становятся. И знаете, как рыбаком становятся? Берут сапоги, панамку, наживку, удочку и идут рыбачить. Ты стал рыбаком. Сейчас истинные рыбаки, конечно, недовольны. Я вижу ваши лица. Этого недостаточно, чтобы стать рыбаком. Суть не в этом. Суть в том, что о том, что собирается делать человек, можно догадаться по содержимому его карманов, рюкзака, вещей, которые он с собой взял. Представьте себе рюкзак, человек, который собрался в поход. Мы что себе там рисуем? Почему-то у меня из головы не вылетает, что там какая-то бутылка водки должна лежать, когда человек собирается в поход. Да, интересно, почему. И вот сразу же, представьте, мы представим себе рюкзак, там топор, нож, веревка, спички, все, и бутылка водки. И сразу, опа, подожди, а что за поход такой? Она для чего там вообще? То есть это не основа для супа какого-то? Для розжига. Мне нравится наша церковь. Мы бутылке водки в рюкзаке в поход нашли объяснение. Пять баллов. Для розжига не убирай ее. Где там нет? У меня в рюкзаке нет ее. Ну вот, и мы все это посмотрим и поймем. Человек, ага, собирается туда, туда, туда. Все становится понятно. И очень важная штука, мы сейчас в Библию перейдем. Но очень важная штука есть в том, чтобы собрать вещи до того, как отправиться в поход. К нему подготовиться. Ты не идешь просто в классических ботинках и пиджаке в лес и по пути набираешь как-то себе, не знаю там что, вообще ничего себе и не наберешь там в лесу. То есть ты должен отправиться в какой-то путь подготовленным. Для того, чтобы отправиться в путь подготовленным, нужно представить, что на этом пути тебя может ожидать. Да, вы здесь? Чувствуете логику пока? Отлично. А включите фотографии, пожалуйста. А, подождите. Вот в начале, да, мы на первом служении обсуждали вот этого молодого человека. Он куда идет вообще? Вы никогда не задумывались? Вам не хочется ему сказать, чувак, у тебя уже одна нога в песке завязла. Куда ты? Там камни и волны. То есть мы понимаем, что он немножко неподходящий экипирован, да? А включите фотографии, пожалуйста. Ну, как фотографии, картинки. Кто-нибудь узнал, да, нашего друга какого-нибудь твоего, который из рыбалки не вылезает? Хотелось всем им имена дать, чтобы они нам поближе стали, но подумал, ладно. Фиг с ним. Окей. Господь, ты мой спаситель, слава любви, слава любви. Это его последние слова, что ли, были? Перед тем, как он отправился. Ну, хорошо. Мы легко можем понять, чем он собирается заниматься, да? Он не радист, он не сапер, он, мы видим. Мне нравится. Нет, нормально. Под эту музыку, вот эту картинку и болтаем сидим. В общем, супер. Там в рюкзаке у кого-то что-то есть, да, еще? Вот у него удочка, все, это делает его рыбаком. Согласны, да? Согласна. Окей, едем дальше. Следующую фотографию, пожалуйста. Альпинист. А кто сказал, альпингольд? Это другое. Альпинист. Альпинист. Мы видим, что он альпинист. Почему? Потому что видно, что в горах можно разбить голову. Он ее разбить не хочет. Он одел штуку, которая спасет его голову. Он какой-то молоток взял. В общем, нам понятно. Он, вот точно мы видим, что он не рыбак, да? Маньяк. Есть версия, что он маньяк. Горный маньяк. Такой, встретите его в горах, бегите. Давайте дальше фотографию. Ну, здесь, да. Здесь все понятно. Это слово жизни, видите, Швеции флаг. Я только что это занят. Сотрудник Икея. Хорошо. Когда ты не расплатился. Давайте дальше. Ну и вот рыбак, но с ружьем. Это охотник, да? Чувствуете разницу между рыбаком и охотником? Ружье и удочка. Окей. Так вот, так вот, очень важные мысли, исходя из этих фотографий. Важно каждому из них было ответить себе на следующие вопросы. Куда ты идешь и что ты собираешься там делать? Ну, это включает в себя там, с чем ты можешь столкнуться, какой результат ты хочешь получить и все прочее, прочее, прочее. Но все они идут в разные места. Берут с собой разные инструменты, разную экипировку. И, соответственно, хотят выполнять разные задачи и получать разные результаты. Но каждый свой результат. Альпинист вот с этой всей штукой, опять этот парень, да, альпинист со всей этой штукой, он не идет ни охотиться, ни рыбачить, ни воевать. Во всех трех других ситуациях это просто будет забавно, как минимум. Представьте такого рыбака. И такого альпиниста. Да, ну то есть это вообще бред. Окей, открываем с вами Евангелие от Матфея, 25 главу. Еще не притомились вы? Бывает такое, ну давай серьезную проб, ведь мне я готовился. Я хотел, чтобы мне прям накрыло. Божье откровение прибило меня. Сейчас. Матфея, 25 глава. Здесь написано. Вообще, это место из Библии мы читали на молодежном служении в среду. Я так коснулся, и мы в эту сторону двигаемся. 25 глава, с первого стиха. Тогда небесное царство будет подобно десяти девушкам, которые, взяв свои лампы, вышли встречать жениха. Пять из них были глупыми, а другие пять умными. Глупые девушки взяли лампы, но не взяли для них масла. А умные вместе с лампами взяли и масло в кувшинах. Жених задержался, и они все стали дремать и заснули. Около полуночи раздался крик. Жених идет, выходите встречать его. Девушки проснулись и стали поправлять свои лампы. Глупые сказали умным, дайте нам немного масла, наши лампы гаснут. Нет, ответили те, если мы поделимся с вами маслом, то не хватит ни вам, ни нам. Пойдите к торговцам и купите. Они ушли, жених прошел мимо и, в общем, их не пустили. Такая история. И вот, смотрите, мысли из этой истории, которые мы должны здесь увидеть. Библия, кстати, редко называет вообще людей глупыми. Редко. Вот здесь Библия несколько раз подряд называет девушек глупыми, а других называет мудрыми. И вот именно наличие масла сделало одних глупыми, других мудрыми. И представьте себе, почему глупые девушки, те, как в церкви даже неприятно немножко говорить, да и неудобно, глупые те девушки, ну ладно, они из Библии, не взяли с собой масла. Почему? Потому что они рассчитывали на самый идеальный вариант, на самый лучший исход. Мы даже называли их какое-то время оптимисты и пессимисты. Пять оптимисток не взяли с собой вообще запас масла. А пять пессимисток взяли с собой, в Библии написано, взяли с собой кувшины с маслом. Про запас. И вот эти девушки, они закладывались на то, что не столкнутся ни с какой трудностью. Ведь если мы посмотрим на те фотографии этих ребят, то все то, что они берут с собой, мы каждый день с собой не носим. Правильно? Никто с ружьем не ходит. И в сапогах вот в этих, в школу, за детьми, ты с рыбалки. Никто этого, никто с этой мотыгой не ходит просто за хлебом, кроме этого маньяка. Потому что он не берет с собой деньги, а берет свою мотыгу. Да. Ну вот. И все эти вещи рассчитаны на то, чтобы столкнуться с трудностями. Вот все их обмундирование именно сделано для того, чтобы подготовиться, столкнуться с чем-то тяжелым. С чем-то, что они не могут преодолеть просто голыми руками. Не могут взобраться на что-то. Не могут, я не знаю, там птицу подстрелить просто пальцем. Не могут рыбу рукой поймать, еще что-то. То есть все это говорит о том, что люди готовились к тому, что ожидает их впереди. И вот мудрые девушки, в Библии написано, что они взяли с собой прозапас. Представляете, слово прозапас означает, что эта штука тебе может не понадобиться. Но тебе ее с собой взять нужно. Фиксируем это, да, в своей голове? Один зафиксировал. Хорошо. Эта штука тебе может никогда не пригодиться. Или очень долго не пригодится. Представьте, девушки взяли с собой кувшины. Я хочу себе так нарисовать, что это была реально проблема, тащить с собой дополнительный кувшин. Это прям вот, ну, напряжение, прям лишний груз. Тебе нужно куда-то идти. Это, ну, это же не вот алюминиевая какая-то идеальная тоненькая какая-то цистерна там, я не знаю. Это кувшин из глины. И он допереть, ты хрупкая женщина. Тебе надо еще опрятно выглядеть, ты как-то этот кувшин тащишь. У тебя тут светильник, надо этого жениха ждать. Десять женщин ждут одного жениха. Благословенная страна Израиль, да, братья? Десять женщин одного мужчину. Просто, хоть раз такой. До того ждали, что аж заснули. И вот, вот они взяли с собой этот прозапас, и до того момента, как не пришли проблемы, они выглядели очень глупо. Понимаете, все поменялось в момент прихода трудности. Все перевернулось. Они тащили эти вещи, они были вообще никому не нужны, потому что глупые те девы, они говорят, да зачем? Все же будет четко. Он мужик пунктуальный. Он не опаздывает. Мы его знаем. Мы же невесты. Мы же за непунктуального не пошли бы замуж. Он не опоздает. Все нормально будет. А те говорят, вот представьте, а те говорят, вот прям хором, а вдруг, а вдруг, и они такие, да не, 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 а вдруг, вот просто представь, а вдруг жених замедлил. И именно это и произошло. И дальше, смотрите, в восьмом стихе, глупые сказали умным, дайте нам немного масла, наши лампы гаснут. И те ответили, нет. И я про это думал. Во-первых, здесь написано, дайте нам немного масла. Немного. То есть, реально, чуть-чуть подготовки, чуть-чуть, не надо целый с собой состав, цистерну вести, чуть-чуть получше подготовиться, уже картина была бы другая. Уже ситуация была бы иная. И вот эти мудрые, они почему-то, ну они здесь выглядят реально, ну такие, довольно жадные мудрые женщины. Жадные. Опять жаден, я бы сказал. Ответили, нет. Если мы с вами поделимся, то не хватит ни нам, ни вам. И интересная штука. Никто не стал чужие проблемы решать. Аллилуйя. Никто не стал решать проблемы глупых дев. Никто. Потому что все были вначале в одинаковой ситуации. Все могли с собой взять что-то. Вот приходит, представляешь, ты идешь на, давайте возьмем рыбалку, с другом. И вы договорились встретиться в лесу. Вообще уже ошибка. Встречаемся в лесу. Там найдемся. Ну вот вы договорились, и ты смотришь, он идет, у него удочки с собой нет. И ботинки на нем классические. Ну и вообще какая-то непонятная ситуация. И вот вы подходите прямо к озеру. Ты такой. И он такой, дай порыбачить. И ты думаешь, в смысле? В смысле? Мы же с тобой знали, куда мы идем. Мы же понимали, что нам это пригодится. Теперь мы будем вдвоем за одну удочку держаться. Вот так забрасывать. Ну то есть что это за бред вообще? И они говорят, не хватит ни нам, ни нам, ни нам. Ни нам, ни вам. И возникает вот здесь вопрос. А в чем проблема? Они говорят, пойдите к торговцам, купите. Только они ушли за маслом, пришел жених, девушки с зажженными лампами, вошли с ним на свадебный пир, дверь за ними закрылась. И вот возникает вопрос. Насколько мы с вами, вот во Христе, готовимся к тому, чтобы идти и ждать жениха? Чтобы идти за Христом. Для того, чтобы в какой-то момент, когда мы все время говорили, да ладно, все будет нормально, в какой-то момент начинает гаснуть вот эта свечка. Начинает кончаться масло, и никто другой тебе не может отсыпать чужой верой. Или чужого прощения, когда тебя кто-то ранил в сердце, и ты такой, мне бы его простить, сейчас все расскажут все хорошее про какого-нибудь человека, мне не станет легче его прощать. Нет, потому что я сам не подготовился к тому, чтобы этот путь пройти. Вы здесь? Вас все меньше. Открываем с вами Евангелие от Матфея, 16 главу. Евангелие от Матфея, 16 глава. Как мы уже сказали, именно то, что девушки взяли с собой масло, именно то, что человек готовится к чему-то предстоящему, делает его мудрым. И отсутствие подготовки к будущему, вот у человека, делает его глупым. Никто из нас не хочет быть глупым. Никто из нас. Это означает, что вещи нам нужно начинать собирать сегодня. Рюкзак паковать, топоры точить, я не знаю, спички сушить, все что угодно. Вот для того, чтобы тебе понять, во-первых, куда ты хочешь прийти, идя за Христом, что ты хочешь от жизни? Я хочу, чтобы у меня вот эта проблема ушла, я хочу вот этот вот грех оставить, я хочу, я не знаю, вот с этим человеком отношения наладить, я хочу, чтобы моя жизнь была вот так. Окей, супер, вот этот момент понятен. Те девчонки хотели дождаться с жениха. Дождаться. Что для этого нужно? Вот важно понять, что для этого тебе нужно? Смотрите, здесь Иисус разговаривает с Петром. Обалденно. 16 глава, 21 стих. Иисус впервые говорит о своей смерти и воскресении. Смотрите, с этого времени Иисус начал объяснять ученикам, что он должен идти в Иерусалим и там много пострадать от старейшим, первосвященников, учителей закона, что он будет убит и на третий день воскреснет. Вот Иисус им это сказал. И тогда Петр отвел его в сторону и стал возражать. Я представляю, как Петр Иисуса берет под руку и говорит, дай сейчас вот обсудим, парни, вот это все послушали, сейчас мы поговорим. Он отходит с Иисусом и говорит, Петр отвел его в сторону и стал, и говорит, да помилует тебя Бог, пусть не случится с тобой этого, Господи. Иисус же, обернувшись, сказал Петру, прочь от меня, сатана, ты мне камень преткновения, потому что рассуждаешь по-человечески и не понимаешь того, что хочет Бог. Вот представьте, Петр с Иисусом собрались в разные путешествия. Понимаете? Они идут вместе, вдвоем, с одинаковыми снаружи рюкзаками. Одинаковые. Только у Петра внутри. Уху, мы освободим Израиль, я не знаю, Иисус никогда не умрет, Иисус будет всегда со мной, Иисус будет рядом. А у Иисуса в рюкзаке крест с гвоздями. Понимаете? Они вообще, вообще настраивались на разное. Вообще планировали разные вещи. Хотя столько раз Иисус говорит, там будет крест, будет распятие, вы там все разбежитесь, предадите, будет тяжело. И вот мы во Христе, бывает, берем с собой наши собственные планы, нашего себя. Мы берем себя и несем, и говорим, Господь нам с тобой по пути. А Господь говорит, там гвозди и крест. Едем дальше в эту турпоездку, в это туристическое путешествие. Едем или нет? И у всех апостолов была понятная точка назначения. Они там совершали христианство, они строили там Царство Божие здесь на земле. И все они умерли не своей смертью. Все они. И никто из них не говорил, да я планировал по-другому, я хотел по-другому. Они изначально настроились на то, что это будет непростая жизнь. На то, что за Христом идти, это не значит, что будет вот как на рыбалку сходить. Где же улыбки на лицах людей? Аминь. Да. И смотрите. Второй Тимофею. Второй Тимофея, вторая глава. Апостол Павел пишет Тимофею. Сын мой. Второй Тимофея, вторая глава. Сын мой, будь силен в благодати, которую имеем в Иисусе Христе. То, о чем ты слышал от меня при множестве свидетелей, доверь верным людям, которые способны в свою очередь учить других. И смотрите третий стих. Он говорит. Прими свою долю страданий, как добрый воин Иисуса Христа. Апостол Павел не говорит бежать куда-то, сопротивляться. Но он говорит. У тебя есть своя доля страданий. И это не вот что-то такое легенькое. То есть у нас у всех во Христе есть своя доля страданий. Свой определенный путь. Аминь, братья и сестры. Свой путь, своя вера, которая будет испытана, которую нам нужно будет, вот путь этот нам нужно будет пройти. У каждого есть своя доля страданий. Он говорит. Прими свою долю страданий, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой солдат не связывает себя житейскими делами. Для него главное угодить командиру. Никакой атлет не получит награды, если будет нарушать правила соревнований. Он говорит о том, что есть правила в этой игре. Вот в нашей жизни есть правило. У охотника, у рыбака, у любого у него будут трудности. Он к ним подготовился сильно заранее. Вот эти девы мудрые, они увидели, что будет тяжело. Хотя могло этого и не случиться. Могло и не случиться. Вот опыт, есть такое слово опыт. Это понимание того, что скорее всего будет плохой. Вероятно, все пойдет не по плану. С высокой вероятностью будет нелегко. С высокой вероятностью будет трудно. Аминь. Аминь, будет трудно. Но ничего. И читаем с вами Матфея, 10 глава. Матфея, 10 глава, 38 стих. 37 стих. Здесь Иисус говорит. Кто любит своего отца или мать больше, чем меня, тот не достоин меня. И кто любит сына или дочь больше, чем меня, тот не достоин меня. Кто не возьмет крест свой и не последует за мной, тот не достоин меня. Кто сбережет жизнь, тот потеряет ее. И кто потеряет жизнь ради меня, тот обретет ее вновь. Иисус здесь говорит о том, что за Ним следовать можно и нужно. Но нужно нам настроиться на то, что это будет тяжелая дорога. Непростая дорога. И нужно для этого собирать вещи. Для этого нужно быть готовым. Мы никогда не сможем пойти, я не знаю, вот посмотреть на того солдата, он вообще не похож на человека, который думает, что будет легко. У него там каска, шлем, автомат, магазины. Вот это все он понимает, что будет трудно. А для того, чтобы... А к легкому времени к нему и готовиться-то не надо. Вот эти девы не взяли и просто им какое-то время было очень легко. Было очень просто. И вот знаете, такое есть разделение такое есть в воспитании детей немножко. Что некоторые люди говорят, что детям нужно дать детство, дать возможность отдыхать от чего-то. То есть детям уже надо отдыхать начать. Они к этому времени успели устать так сильно. И вот знаете, не нагружая, зачем там школа, кружки, тренировки, домашние задания. Но в какой-то момент времени человеку это так и так придется делать. Только если это в 18 лет первый раз произойдет, то это будет гораздо тяжелее, чем сначала в 5, в 6, в 7. Недавно разговаривался с человеком, который в 18 лет устроился на работу. На первую. В такой тишине никогда не пил, столько народа смотрит. Человек в 18 лет первый раз устроился на работу. Ничего плохого, ничего вообще. Это неплохо. Это хорошо хоть к 18 годам. Но настолько интересно слушать, знаешь, когда... А это тяжело. Я такой, да ну. Я думал, работа, это чуваки приходят, деньги дают, ты пошел тратишь, все классно. Но между этим там нужно вспотеть прям. Прям вспотеть, чтобы они тебе денег отдали. Потому что они до этого за эти деньги вспотели. И хотят, чтобы ты теперь вспотел за эти деньги. И вот он мне рассказывает. Оказывается, нужно столько усилий для того, чтобы клиент был довольный. Гость. Или еще что-то. Я говорю, да. Я вспоминаю, как мы с сестрой в 12 лет там работали, там подшипники фасовали. И в 12 лет это не было, знаете, такое. О, Боже, что за ужас. Мы в рабстве. Мы что? В 18 веке на юге США. Что происходит? Почему в 12 лет мы работаем? У нас украли детство. Мы такие к родителям. Вы что? Вы украли наше детство. Да я так благодарен родителям, что мы в 12 лет, ну, это не сказали так, ну, не будете работать, не будете жрать. Да, конечно, нет. Вы знаете моих родителей. Они и без работы скажут, не будете жрать. Они скажут, будешь плохо себя вести, вообще, иди квартиру снимай. Нет, 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 нет. Я просто не знаю, мама в зале или нет, я не знаю. Если со мной что-то случится потом. Вы знаете почему. Да. Ну, так вот, я так рад, что нагрузка какая-то пришла раньше, чем она пришла как бы сама. Понимаете, да? Вот в 12 лет работать, это так классно, потому что ты вот так вот целый день сидишь и не знаешь, чем себя занять. Еще тиктока не было. Понимаете, да, тяжелые времена были. Сейчас он есть, сейчас просто они башкой не крутят, но так же сидят, вот так же. Все то же самое. И потом работа какая-то стала нетрудной. Я как-то разгружал там машины с запчастями, еще чего-то. Но свои запчасти приятнее разгружать, конечно. И вот думаю, в какой-то момент ты перестаешь старой нагрузке вообще придавать значение, потому что она для тебя пройдена. Уже пройдена. Для нас с вами почти ни для кого не событие чистить с утра зубы. Вообще просто мы не думаем об этом. Моему сыну событие чистить зубы. Потом, не знаю, порядок в доме, это через какое-то время уже становится нормальным. Потом восьмичасовой рабочий день становится нормальным. Потом в десяти, в пятнадцати, потом с тремя детьми в церковь, вот так вот. Вот все это становится со временем нормально. Но постепенно ты к этому по чуть-чуть подходишь. Если шестилетнего сразу поставить на восьмичасовой рабочий день, получится все плохо. Он и от работы никогда не будет вообще счастлив. Он скажет, я, может, никогда не буду работать. Ну и скажет, вы что, сумасшедшие, что ли, я устал. Все нужно постепенно. Но к этому нужно начинать идти сегодня. Вот сегодня нам нужно отправляться в дорогу. Он что-то либо знает, либо не видит ничего. Это либо слепая вера, либо он что-то знает реально. Он уходит, он все, наслушался. Он такой, да ну, я пойду купаться. Неправильная экипировка. Давайте еще раз и заканчиваем. Правильная экипировка. Взять с собой то, что тебе в жизни пригодится. Во Христе. Прощение, вера, любовь. Все это пригодится. Не пригодится. Твое мнение, твоя гордость, твое непрощение. Почему? Потому что мы идем со Христом. Со Христом идти, значит, нести его крест. И значит, потерять себя. Аминь. Апостол Павел сказал Тимофею, прими свою долю страданий. И чем раньше мы ее примем, тем она для нас станет легче. Аминь. Поднимаемся, молимся. Вдохновлены вы, братья и сестры? Такой тяжелый подъем. Ой, здесь грузанули. Что ж такое-то? Ничего. Вот еще прям минутку. Я когда в армии служил, вот это вообще под такую музыку сейчас бы так романтично звучало, но нет. Я когда в армии служил, и я помню тот день, когда мы в неподходящей обуви в Берцах, в минус там 27, стоим час, ждем какого-то командира бригады. Он не спешит, у него, знаете, обалденная зимняя шапка, у него такие вот шикарные валенки, он не торопится, у него вообще ноги не мерзнут. И я помню, я уже не чувствую ног, и вот он выходит и начинает рассказывать. И знаете, что он говорит? В минус 27 у солдата на спине должна быть легкая такая испарина от того, что он тяжело работает. Я думаю, чего? Чего? И он потом говорит такую фразу, чтобы потом на войне он остался живой. Я думаю, никто на войну вообще не собирается. Но всю дорогу, все, что ты там делаешь, это ради того, чтобы на войне потом живым остаться. И вот наше усилие, наша усталость, наше старание сегодня, это то, что мы завтра чего-то достигаем. Что завтра у нас что-то получится. От того, что сегодня мы даже сделали усилие и пришли в церковь. От того, что сегодня мы кого-то простили. Это значит, завтра я буду от этого свободен. Значит, завтра я смогу ехать дальше, а не остановлюсь там, где вот я есть сегодня. И все. Потому что я не хочу прилагать усилия, я не хочу стараться. Я хочу просто вот, чтобы оно все решалось само. Наши проблемы за нас никто не решит. Это и грустно, и хорошо. Хорошо это узнать сейчас. Аминь. Молимся. Господь наш великий, спасибо тебе за любовь твою к нам. Что ты, Господь, даешь нам откровение из твоего слова. Благодарим тебя, Господи. За то, что ты в этой жизни с нами идешь. Держишь нас в твоих руках. И мы молимся, Господи, чтобы мы несли крест свой. Господь, чтобы мы вместе с тобой шли. Чтобы мы оставили, Господь, свои какие-то цели. Чтобы мы оставили свои планы. Свою картину нашей жизни. Чтобы мы шли, Господь, по твоим путям. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Господь, дай нам быть мудрыми людьми, которые сегодня думают о своем будущем. Которые сегодня готовят для того, чтобы завтра, чтобы завтра мы могли пройти трудности. Во имя Иисуса мы молимся. Великий Бог. Благословляем Твое имя. Аминь. Аминь. Давайте воздадим славу Господу. Еще раз, друзья драгоценные, приветствую вас. И была прекрасная проповедь на самом деле. Я очень благодарен Павлу Парамонову за то слово, которое Бог через него говорит в наши сердца. Оно очень простое, оно очень понятное. И очень важное для каждого, что мы должны снарядить себя, приготовить себя к тому, чтобы пройти свой жизненный путь. Об этом говорит нам Писание. И мы можем взять советы Христа, советы из Писания, что нам нужно взять с собой в этот долгий, долгий, длинный и непростой путь на самом деле. Но сейчас, друзья, я бы хотел с вами вместе помолиться молитвой покаяния с теми людьми, которые, возможно, смотрят нас впервые, кто смотрит нас первый раз. Если вы смотрите нашу трансляцию, наше богослужение впервые или в первый раз, то вы можете написать в комментариях, прямо там, где вы смотрите, написать, что я с вами впервые или просто слово впервые. И наши служители, мы каким-то образом отреагируем и свяжемся с вами, и дадим вам координаты, как вам попасть в поместную церковь в вашем городе, если вы не в Нижнем Новгороде. Если вы в Нижнем Новгороде, то мы также поможем вам дальше продолжать свой путь со Христом, потому что это очень важно. Не просто помолиться, а важно дальше жить, познавать Бога, читать Писание, учиться. Это, друзья, основа христианской жизни. И давайте сейчас закроем глаза и помолимся вместе с вами. Закройте глаза прямо перед экраном ваших смартфонов, там, где вы смотрите. Помолитесь, пожалуйста, вместе со мной, повторите эту молитву. Дорогой мой отец, я прихожу к тебе сейчас со своими грехами и беззаконними. Я искренне каюсь перед тобой, Господь, и искренне прошу прощения за все, что я делал или делала в своей жизни. Господь, прости меня. Помоги мне, Господь, быть с тобою до конца своих дней. Помоги мне познавать тебя. Я верю в тебя, Иисус, в то, что ты умер за меня на кресте и воскрес на третий день, чтобы оправдать меня. Я благодарю тебя, Господь драгоценный, за твою милость, за твое прощение, за твою доброту ко мне, Господи. Спасибо тебе за то, что ты можешь прийти в мою жизнь, изменить образ моей жизни. Благодарю тебя за это покаяние. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь и аминь. Аминь, друзья, это значит, так будет на иврите. И я поздравляю вас, если вы впервые помолились этой молитвой. Вот знайте, что Бог, Он, даже если вы, может быть, ничего не чувствуете, а может быть, вы и чувствуете что-то, но знайте, что Библия говорит, что всякий, призывающий имя Господне, спасется. Дальше написано в первом послании Иоанна, что если мы исповедуем грехи наши и верим, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, то мы спасаемся, друзья. И я от всего сердца поздравляю вас с этим. Напишите, пожалуйста, что я впервые помолился, я впервые, и мы каким-то образом с вами скоммуницируемся. И сейчас, друзья, давайте помолимся за нужды, которые пишут люди в нашем канале в Ютубе и в наших мессенджерах. Мы помолимся за каждую нужду. Их на самом деле очень много в этот раз. И очень важно помолиться за каждого. Очень-очень важно, друзья. Я начну с Ютуба, а потом уже посмотрим, что у нас в мессенджерах. Пишут, помолитесь, церковь помолится о моей финансовой стабильности. Давайте вот мы как-то скоммуницируемся в том плане, что подумаем как-то скомпоновать все наши нужды и помолимся за то, чтобы у людей была хорошая работа, была финансовая стабильность, была возможность восстановить пенсию. Вот так же в мессенджерах нам пишут. И вот все, что касается материальных нужд, мы за это помолимся. Библия говорит нам, друзья, что все заботы наши возложите на него, ибо он печется о нас. Если мы воскладываем на Иисуса Христа все наши заботы, это не значит, что мы становимся людьми, которые говорят, что я теперь все, я как ангел на небесах, меня ничего не заботит. Нет, мы продолжаем быть ответственными за свои семьи, продолжаем быть ответственными за те участки жизни и работы, где мы трудимся, где мы служим. Но мы знаем, что Бог может позаботиться о нас сверхъестественным образом. Когда заканчиваются наши силы, это как... Я недавно услышал одну историю такую очень интересную, что она коротенькая, что один человек решил помолиться Богу, и он начал молиться, и вдруг ему что-то стало так тяжело, молиться как-то неудобно. Он говорит, да, я встану на колени, потому что стоять мне тяжело молиться. Он встал на колени, продолжал молиться, и опять колени заболели через какой-то короткий промежуток времени. Он опять перестал это делать, он говорит, да, я просто лягу сейчас на полу и буду вот так лежа молиться. И он лежа молился, молился чуть-чуть, и тоже устал молиться лежа, и в конечном итоге вообще задремал. И вот он бросил молитву, пошел домой, и его путь предстоял по высокому мосту, под которым протекала такая бурная река. И он как-то оступился неудачно, и упал с этого моста, и начал тонуть. И когда он тонул, он так кричал Богу, он кричал из всех своих сил, «Господь, помоги мне, спаси меня, я ничего не могу сделать!» И он кричал это очень-очень громко, перекрикивая вот этот бурный поток. Друзья, вот это вот очень сравнимо с то, что происходит в нашей жизни. Что мы должны понять, что когда наши силы заканчиваются, когда наши возможности заканчиваются, мы по-настоящему начинаем молиться, по-настоящему начинаем звать к Богу. И мы сейчас молимся за каждую финансовую нужду. Отец, я молюсь за каждого брата и сестру. За каждого человека, кто написал, «Господь, все финансовые нужды, Отец». Мы молимся, Господь, чтобы Ты, Господь, сверхъестественной своей благодатью и милостью покрыл, Господь, каждую нужду человека в финансах, в работе, Господь, в пенсионном обеспечении, Отец мой, чтобы все долги были восполнены во имя Иисуса Христа. Мы молимся и благословляем, Господь, сверхъестественным образом, прикоснить к жизни каждого человека, Отец наш, во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя, Господь, благодарим Тебя за это и славим Тебя, наш любящий Бог. Аллилуйя. Дальше очень много нужд касательно болезней. Помолитесь, пожалуйста, за моего мужа Евгения, за исцеление от ковида, восстановление сил. Помолитесь за учителя, за отчима, недавно операция, после операции на сосудах. Он хочет покаяться. Помолитесь за восстановление всех функций организма после химиотерапии Софии. Один год. Чтобы коронавирус обошел нас стороной. Помолитесь за исцеление от вируса. Помолитесь за исцеление. Лежу в больнице бронхиальная астма. Помолитесь за здоровье, чтобы подозрения на диагнозы, которые предполагаются, не подтвердились. Чтобы мои легкие печени были здоровы. И также, друзья, я хочу в мессенджерах прочитать. Помолитесь за мужа Дмитрия. Температура очень высокая. Помолитесь за исцеление от гипертонии, растворение камня в желчном пузыре. Сын травмировал ногу. Ротовирус. Помолитесь о полном исцелении. Далее, прошу помолиться за исцеление мужа и меня от ковида. Вот, друзья, мы помолимся за все эти нужды. И согласимся в молитве, чтобы Бог сверхъестественным образом прикоснулся к жизни каждого брата и сестры. Чтобы мы были исцелены. Аминь. Отец, мы молимся, Господь драгоценный. Мы просим Тебя, Царь наш, во имя Иисуса. Мы молимся, Господь, как церковь соглашаемся в молитве за исцеление, Господь. Все эти нужды, которые мы сейчас прочитали перед лицом Твоим, мы молимся, чтобы они были восполнены во имя Иисуса Христа. Мы молимся и благодарим Тебя, Царь наш, за Твое исцеление. Благодарим Тебя, что Твоя рука, она не сократилась, чтобы спасать и исцелять. Спасибо Тебе за все это, Бог наш. Спасибо Тебе, Господи. Спасибо Тебе. Пусть кровь Иисуса Христа помажет косяки дверей и сердца каждого человека. И каждый человек будет исцелен во имя Иисуса, и для каждого есть надежда. Аминь. Аминь и аминь. И, друзья, и последняя нужда, которую у нас есть, которые у нас есть, друзья, в Ютубе. Сейчас, секундочку, я открою. Здесь просит кто-то помолиться, чтобы Бог послал хорошую жену. Вот. И мы говорили вначале, мы говорили с Надеждой Сельевной о том, что у нас были прекрасные семинары для семей. И давайте помолимся сейчас вообще за семьи и помолимся, чтобы люди одинокие нашли свою вторую половинку, чтобы Бог показал это, потому что это очень важно, чтобы Бог показал, чтобы человек не свои какие-то решения принимал, а потом страдал от этих решений, а чтобы Бог пришел. И в жизни каждого была вот эта вторая половинка от Господа. Отец, мы молимся за то, чтобы Господь драгоценный, появлялись новые семьи, чтобы в жизнь каждого приходил спутник, приходил будущий муж или будущая жена от Тебя, Господи. Мы просим Тебя за это. Просим Тебя, Отец, о сверхъестественном помазании, о сверхъестественной мудрости для каждого человека. Молимся за семьи, Господь, чтобы семьи, проживая, возможно, трудные времена какие-то, они проживали их достойно, они не разрушались, Господь, они не наносили раны друг другу, но чтобы, Господи, семья была местом благословения для каждого, для мужа, для жены, для детей во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, славим Тебя, Отец наш, и благословляем все семьи, Отец наш любящий. Спасибо Тебе, Господь, за ту любовь, которую Ты подарил в наши сердца. Благодарим Тебя и славим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь, аминь и аминь. Благословения вам, друзья, на предстоящую неделю, пусть Бог хранит вас, будьте осторожными, будьте, ну как сказать, сейчас времена непростые, связанные с ковидом, опять многие регионы, почти все регионы закрываются на ковидные ограничения, пожалуйста, будьте осторожны, проведите это время с семьей, если это будет возможно. Это особенное хорошее время, вот так сложились ситуации, и можно сказать, как плохо все пошло не так, как я планировал, а можно адаптироваться к этому, подстроиться под это и сказать, что прекрасное время, я проведу его с семьей, я проведу его в молитве, в общении, в посте. Друзья, воодушевляю вас, не отпускайте руки, все будет хорошо, пусть Бог благословит вас. Аминь.